Добрый вечер. Вы смотрите программу «Без посредников» на телеканале ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. В нашей студии депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Добрый вечер. Здравствуйте. А вот это одна из самых сложных составляющих сегодня в строительстве. Сам дом возвести проблем особых не составляет, а вот коммуникация – это проблема действительно. Тем более мы одни из лидеров в Северо-Западном федеральном округе по строительству жилья по квадратным метрам на душу населения. Но вот как раз проблема инфраструктуры. Вы в этой области разбираетесь как никто лучше многих. Ваша точка зрения действительно ли это так серьезно? Я согласен полностью, что может быть проблема с инфраструктурой, и с коммуникациями, и с мощностью и по воде, и по электричеству, и по теплу. Говорить, что мы лидеры, я бы, конечно, надушил население. Одни из лидеров. Надо даже не вспоминать. А с точки зрения развития инфраструктуры, конечно, это необходимо. Это необходимо, чтобы рынок дальше двигался. Насытить мы все равно не насытим жильем. У нас и население уменьшается здесь по Карелии, по статистике. И веткий фонд нарастает каждый год. И долги по расселению веткого фонда за последние 30 лет. То, что не расселялось. И очередники, и многодетные. Но все эти проблемы знают у нас. Поэтому говорить, что что-то тут на рынке строительство у нас произойдет в ближайшее время, маловероятно. Но для власти, конечно, я считаю, что важная задача и решение ее на их плечах – это инфраструктура. Именно сети, коммуникации. Начиная от ремонта всех этих труб подземных, которые имеют 40-летнюю, 50-летнюю давность. И плюс еще дальше развитие. После этого интересно и строить, и покупать людям жилье. И вообще, конечно, мы уже не раз говорили, что человек, покупая квадратный метр, должен покупать коммуникации от ближнего колодца. Вот это считается как бы домовая сеть тут. А мы должны почему-то прокладать километры теплотрасс. И, конечно, здесь я также не согласился бы с позицией республиканского, что еще детские сады надо на квадратный метр. Если я пенсионер и покупаю квартиру, то почему я должен строить детский сад? Там же у нас много и правовых таких казусов, когда сеть потом передается городу, они эксплуатируют, а время эксплуатации. В тарифе уже есть инвестиционная составляющая. Почему человек не имеет долю с этого? То есть, там у нас много всего, но выправить это можно только тем, что покупка сети от первого колодца. Первый колодец за чей счет должен появиться? А это уже за счет жильца, потому что это врезка. Врезка и конкретному дому. Но это же, значит, там десятки метров. Это не магистрали, которые нас вынуждают сегодня, как строителей, перекладывать и строить. Но вот это правильно то, что вообще получается у нас коммуникация самая дорогая? Да нет, нельзя сказать дорогой. В каждом объекте по-разному. Если опять же тянуть 5 километров теплотрассы, тогда она будет дороже дома. А если, значит, там 200 метров, то это немножко другая ситуация. Это второй момент. Главное то, что не должен покупатель метро ощущать на себя дороговизну жилья. Ведь город тоже откуда деньги-то берет? Жителей. Это же налог. И налог тратит на то, чтобы выровнять условия жизни для всех, подать всем условия одинаковые на тепло. Кто-то ведь приватизировал, а кто-то строит. Почему мы сегодня модернизируем за счет новых покупателей? Не совсем это правильно. Не за счет населения должно быть. Ну, хорошо. Как вы думаете, удастся ли эту вообще ситуацию разрешить когда-нибудь? Ну, пока ничего не делается. Демагогия одна. Пока одна демагогия. Ну, я, значит, тут считаю, что проблем у правительства много, когда повылетали предприятия, и сел и лесной комплекс, и Костомукса выходит вон сегодня, и пенсионный фонд заскрепел, потому что нету сбора. И у них столько проблем, и в районах там. Поэтому, наверное, это не главная задача для них, как бы, так если ставить. А для жителей и для города это важная очень, важная проблема. В минувшее воскресенье у нас в России отмечали День предпринимателя. Есть такой праздник, оказывается. Десять, ну, лет десять точно говорим о том, что надо развивать малый и средний бизнес, помогать со стороны государства. Помогает. Только единственное, каждый год у нас какие-то пикеты бизнесменов малый и средний выходят на улицы с плакатами, что снести налоги. Как-то все неладно у нас получается. Президент говорит одно, говорит хорошие вещи. Когда эта вся его идея и все мысли доходят до чиновников определенного уровня, все это переворачивается. У нас, вот опять же, взять индивидуальных предпринимателей. У нас нет этой проблемы. Нет проблем. Нет этой проблемы с индивидуальным предпринимателем. Поэтому ими никто не занимается, и никто об этом даже ничего не знает. Если мы еще про каких-то крупных инвесторов тараторим тут везде с телевизора, значит, на трибунах, то по предпринимателю вообще нет, вы забыли, и никто ничего не знает. То есть, у нас малого бизнеса нет? Нет, ну, он где-то трепещется, есть, но проценты его настолько ничтожны, что и те налоги, которые они должны были бы давать, имея объемы, то есть, выполняемых своих услуг, они незначительны. И самое главное, что никакой поддержки там и бюрократия полная нету. И вот серьезно никто этим не занимается. Поэтому и проблемы нет. Я вот так, ну, коротко и ясно ответил, а кто должен-то заниматься? Что должно быть? Если говорит президент, то вертикаль вся на региональном уровне и дальше должны на городской. Но вы мне скажите все равно, у нас есть малый и средний бизнес? Есть. Небольшой, но есть. Небольшой, любимый, хороший есть. То есть, по мировому опыту, какой процент должен быть его? Так вообще до 40 где-то, как если Америка. У нас? Да я не знаю, у нас тут очень мало. Особенно если подоходы. Перспектива есть, хорошо? Если будет движение, обратят по-серьезному внимание, тогда будет. И то, что мы занимаемся сегодня, это, конечно, ерунда. Мы гранты даем. У нас же ведь даже вот такая система, как поддержки суда по службе занятости, 60 тысяч. Ну, это дурильная же народа, чистой воды. 60 тысяч – это пособие выплатили бы по безработице до конца года, дают его вперед. Но только еще давайте проверим, что ты тут делаешь. Да нельзя на 60 тысяч бизнесом заниматься. В принципе-то ничего и не делаем. Да ерунда, нет такого бизнеса малого на 60 тысяч. Это что, тут калитки испечь или что? А чтобы занять часть экономики, счет идет с миллионов. Меньше миллиона – нечего разговаривать. Не поддержать малый бизнес. Ни ларек не купите, ни товар. То есть, та программа, о которой очень много говорили, наши службы, занятости в том числе, в принципе, она провальная? Они на работе, да не провальная, они на работе, они за свою зарплату и говорят. Больше-то ничего. Реально, то есть, мы ничего не делим? Невозможно. Показывают трех предпринимателей. Один, значит, курс завел, другой что-то сделал и все. И давайте забудем больше их и не вспоминать все. Если их, опять же, обсуждать можно, когда идет счет на тысячи. Я говорю, миллион рублей и тысячи. Тогда, да, программа поддержала. А если это, значит, поддержали мы пятерых, то это смешно. А реально, я думаю, движение вообще экономики у нас, чтобы что-то можно было сделать, это снижение процентной ставки банковской и все. Сразу возрастет потребление и сразу будет оживать малый бизнес. Его больше не накормить. Давать там какие-то суды, льготы. Но если потребления не будет, он может торговать или свою услугу предлагать. А если потребления нет, у населения денег нет. Поэтому слабое потребление и слабые доходы, и они тогда не выживут. Надо потребление. А как потребление? Американская же система. Дайте им денег, да и все. А потом прости. Но мы же видели потом все дружно, что американскую систему залихорадило. Потому что деньги... Ох, так хорошо. Вот бы нас так лихорадило. Так мы бы молились. Значит, у нас 80% населения в церковь бы ходило по воскресеньям, а не 8%. Вот как бы лихорадило, как Америка у нас. Так это надо завидовать. Ну, хорошо. Лихорадит весь мир, а они там даже не понимают, что происходит. Согласен. Вот и наша система тоже может так же. Так и ладно, что. Ну, может, а почему-то, да, как-то не так. Потому что аппетиты у всех очень хорошие. У тех же банков. Кто будет снижать ставку-то? Так это же государственная система. Государственная система. Центробанк снижает, и все. Ну, Центробанк, вот, как говорится, заняться. Это воля правительственная. Они же боятся там... Это же, опять же, не банки регулируют ставку, а Центробанк с правительством смотрят, там, боятся инфляции и так далее. Ну, и чуть-чуть потребление вырастил, потом его сбавил, если что уж. Ну, хорошо. Но есть у нас теперь еще такая должность, называется «уполномоченный по правам предпринимателей». Предложение поступило уже от российского уполномоченного. Но у нас есть свой карельский, тоже представительница. Амнистию для заключенных по экономическим статьям, как вы считаете, нужно, не нужно? Нельзя смешивать людей, значит, с экономическими преступлениями, с какими-то там разбоями, оперодеградация, где, да, убийство, там, все, что угодно. Насильники, ну, куда, зачем они должны сидеть в одной камере? То есть, в любом случае, это должны быть люди или на каких-то поселках, как метод развития территории, да, на поселениях они будут работать и обустраивать это, да, заниматься. Или там какой-то домашний арест, и они тоже будут мучиться и понимать, что плюс финансовое обязательство им вы там украли, значит. Ну, значит, восполните, да? Восполните, да. И тем более экономически. Но это не социально опасные люди, они же не нападают, их подъезд никого не душат, да. Он просто должен закрыт или дома быть за браслетом, или, значит, я говорю, если уж сильно там бюджетная тема, то на поселок, и, значит, все под контролем. Но не сидеть, это бесполезно в камере кормить, и мы и потенциал еще не используем. Люди-то, как правило, умные. Все равно это же не те, кто там мешок картошки там украл с поля, значит, и деградировал уже, пропил последний. А тот, кто, значит, смог выстроить эти схемы, их же можно и привлекать. Сделка с государством, и, опять же, да, на те же спецслужбы можно работать. Все что угодно. Все что угодно. Да, главное заняться. Извлекать пользу надо, а не просто содержать их, значит, бесполезно, там, деградация общества. И так у нас хватает. Согласен. А скажите, как предприниматель, вот вам вообще такая должность, она нужна? Ну, в любом случае... Или нужен хороший нормальный юрист? Нет, нужна эта форма донесения обратной связи. То есть, все равно президенту, если будут докладывать только чиновники и правительство, и даже нашему губернатору будут говорить, вот, кто сидит в правительстве, мы тут хорошо так разработали экономическую программу. А спроси-ка у предпринимателя, а они говорят, да вы что, ребята, вообще ничего не делаете. Вот здесь за счет вот этой объективности может сравниваться правильное мнение, плюс какие-то свод законов быть более объективны и полезны. Я рад за то, что получил интересные действительно ответы на вопросы. И напоминаю нашим телезрителям. У нас в гостях был депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Вы смотрели программу «Без посредников». Увидимся ровно через неделю. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»